Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радки, наш канал «Взгляд с небесный». Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы вы заранее знали, когда выходит следующее видео. А также можете поддержать нас финансово или молитвенно. Спасибо за любую поддержку, за любую помощь. Сегодня у нас в гостях Сергей Ступников, лидер молодежного такого, я даже не знаю, Сергей, как представить. Ты был лауреатом в 2000-х. В 2017 году и также в 2019 году тоже лауреатом форума сообщества Общественной палаты Российской Федерации. У тебя очень серьезный какой-то молодежный проект, ты возишь всех желающих на святую землю. Да, уже на протяжении 10 лет мы реализовываем проект, международный проект обмена волонтерских групп «Россия. Святая земля. Связь времен и поколений». Сам проект вообще вырос еще и создался, когда я работал и состоял в молодежном парламенте Калужской области. И впоследствии мы постепенно от молодежной политики начали заниматься такими общественными, государственными, межгосударственными молодежными связями, которыми на данный момент и развиваемся. Именно тогда наш проект стал одним из победителей. Давай остановимся. Здесь, Сергей, у меня вопрос конкретный. Вот сегодня, куда все подевались эти молодежные лидеры? При партиях, при всех, при Единой России, при КПРФ, при ЛДПРФ всегда были какие-то молодежные парламенты. Молодежные, молодежные, молодежные. Сегодня все ушло. Ни одного нет. Ни лидера общественного мнения. Где это все? И тогда другой вопрос. А вообще это было все? Или это фейки? Вы очень интересный такой момент подметили. Как я вижу, то, что последние, наверное, месяца полностью пропали из медийной повестки представители молодежи от разных общественных организаций, от разных партийных организаций. Это, наверное, факт. И с этим спорить никак нельзя. Если все эксперты, допустим, кто анализирует общественное мнение, анализирует пространство СМИ, с этим согласится. Безусловно, он с нами подискутирует, но это остается фактом. Да куда они подевались? Я, наверное, так отмечу. Во-первых, то, что, безусловно, никаких молодежных лидеров в России на протяжении, наверное, 15 лет, я бы сказал, что и не существовало. А если и существовали, то это были определенные эффективные органы, которые создавались в каждой области, в каждом крае и республике. И такими органами молодежными были, как молодежный парламент, правительство. Я сам через эту школу прошел, сам в ней пробыл около 8 лет. И, безусловно, почему на данный момент мы не видим в медийном пространстве самих лидеров? Потому что те люди, которые там подбирались и которые там на данный момент тоже существуют и работают, они придерживаются одного вектора, того вектора, который им будет спущен сверху. Но инициативность, инициативность в таких органах не поощряется. Я сам даже и по себе могу сказать, когда в 2011 году я выступил инициатором организации такого молодежного обмена между Калужской областью и Чеченской республикой, мне стали очень много ставить палок в колеса и внятно и мягко объяснили, что такие взаимосвязи не нужны. И уже с того времени я понял, что необходимо развиваться уже не в фиктивных, допустим, молодежных институтах, а уже создавая и развиваясь в общественных и общественных организациях в России. Чем мы, в принципе, впоследствии начали заниматься? — Слушай, ну вот такое впечатление, что вот как у взрослых дядечек в некоторых организациях бюджеты пилили, и они закончились, неужели и здесь в молодежной сфере тоже денежки закончились, и поэтому сейчас не двигает никто никаких программ? — Ну, смотрите, очень много, очень большой финансовый поток денежных средств был, наверное, в начале 2000-х годов, вы, наверное, помните, было такое движение «Наше», «Селигера», через него, наверное, все прошли. И, наверное, была очень такая интересная школа для социализации самого подростка через различные лагеря. Кстати, форма очень хорошая, почему? Потому что в этих лагерях присутствовали как спортивные различные мероприятия, также и определенные академические занятия были, и также это была определенная коммуникация с экспертами и со своими ровесниками. То есть в 2000-е годы, да, была очень хорошая такая повестка. Впоследствии, в течение 10 лет, как я вижу, то, что она начала спускаться на низ и впоследствии не сильно начала пропагандироваться и иметь какой-то импульс в обществе и среди молодежи. Вот. Я вам так скажу, то, что работая в самом молодежном парламенте, да, в Калужской области еще тогда, молодежи очень много и молодежь вся активная. Но каждый молодой представитель общества, он активен какой-то своей узкой теме в спорте, в культуре, в каких-то, допустим, религиозных делах, в социальных вопросах, да. И, безусловно, роль, наверное, государственных институтов сделать так, чтобы всю молодежь качественно и грамотно организовать на достижение только положительных, позитивных таких результатов, которые будут приноситься в само общество. И будут иметь плод, и будут иметь плод и в будущее, и на будущее поколение. Ну, то есть, сегодняшняя политика нашего государства говорит о том, что они не видят молодежь, что она не нужна, нет проектов, нет ничего. Очень много молодых людей уезжает, особенно вот в течение, вот с начала января этого года, очень многие уехали. Армения, Грузия, Киргизия, кто-то в Польшу едет, на Запад очень многие едут. В основном молодые ребята. И есть, как я слышал, есть организации, которые спонсируют даже, чтобы помогают вот творческой или деятельностной молодежи, или идейной молодежи. Смотрите, я бы, наверное, свой ответ сделал по двум моментам таким. Первое, ну, я вот в октябре того года участвовал в программе «Польско-российский форум местного самоуправления». В Польше, в Варшаве собирали общественников, депутатов, представителей СМИ из России и из стран СНГ. И на протяжении нескольких дней мы изучали опыт реализации... То есть это не молодежное было мероприятие? Нет, это было не молодежное. Но все, кто на этом мероприятии оказались, они все, я их, наверное, процентов 70-80 знаю, они все выходцы из разных каких-то либо молодежных политических институтов, либо парламентов и правительств. Вот нас там собрали, и было очень интересно изучение самих вот этих, как бы, самого опыта в Польше по развитию как социальной сферы, как развития молодежных связей, да. И впоследствии, впоследствии я узнал, что существует очень много разных программ, предоставляем, которые, организатором которых является Польша и другие страны, в том числе Варшавского договора. Ну, бывшего. Бывшего Варшавского договора, да. По привлечению и, ну, как бы, дают возможность для лидеров из России проходить определенные стажировки. Вот, допустим, на данный, именно в данный год, именно брать, если академическую сферу, да, то есть это, что значит, академическая сфера, то есть это учеба в институте, в котором разделена на семестры, и план учебы, он по программе с самого начала года распланирован, да. Я вам так скажу, общаясь со многими представителями из разных институтов зарубежных, да, на данный момент из России и из России никого не ждут. Ну, по определенным всем причинам. Вот, да, вот были определенные такие моменты выезда молодежи, общественников из России за границу. И совсем недавно появились новые программы по выезду общественных деятелей, которые занимались активно политической и общественной деятельностью, в том числе и журналистской, в Грузию, в Армению и в Турцию. Кстати, программы открыты в доступе в интернете, и каждый желающий впоследствии может с ними познакомиться. Вот, ну, так, если отвечать на ваш вопрос. Ну, все равно же ребята уезжают не от хорошей жизни отсюда. Вся молодежь деятельная, идейная. Знаете, вот в Калуге, и если отвечать за Калугу, да, я вот так проанализировал, кто у нас вообще уехал. Уехало, наверное, около 10-15 человек и за последние, наверное, полгода, да, и уехали те, кто активно занимался какой-то общественной деятельностью, либо за журналистской деятельностью. То есть уезжают, как обычно, активные граждане общества, которым не безразлично та ситуация, которая находится сейчас, безусловно, сначала в стране, а потом, конечно, какая-то ситуация оказывает влияние на всю мировую повестку. Но можно сказать то, что остается в стране молодежь без лица? Можно сказать, что в стране остается молодежь, которую вектор либо не видит, либо которым вектор уже показан и предрешен. Я бы, наверное, так ответил. Понятно. Вы недавно вернулись из Белоруссии. Что там происходит? У вас такая активная движуха. Слушайте, ну смотрите, Беларусь, Беларусь, я давно не был, да, и списался, созвонился со своими знакомыми из Минска, из самой Республики Беларусь, потому что со многими я учился, и на протяжении, наверное, нескольких лет уже поддерживаю коммуникацию. Я вам так скажу, Беларусь, я вот попал на 1 мая, на 1 мая, да, я ожидал, ну я вообще поехал посмотреть, потому что для меня Беларусь, это страна как, ну если смотреть по книгам, по фильмам, это как страна сильных профсоюзных отрядов, да, профсоюзных отрядов определенного рабочего класса, да. Я ожидал в центре Минска, в центре Минска увидеть тысячную, тысячную... Первомайскую демонстрацию. Первомайскую демонстрацию, да. Но вот на мое удивление, я думаю, и на удивление самих телезрителей, центр Минска 1 мая был полупустой. Как-то. Ну то есть людей вообще, можно сказать, не было. Да, да. Знаете, очень интересно, кстати, в Минске в приоритете, в приоритете всех праздников, вот допустим, если в России 1 мая, 9 мая, в Минске, Минск заранее, еще до 1 мая подготовился уже к 9 маю. То есть у них чисто идеологически, стратегически данный праздник стоит первым, таким очередным. А отвечая на вопрос, почему не было демонстрации 1 мая, да, Ну, наверное, надо посмотреть то, что в Беларуси очень хорошо, наверное, изучили опыт 2020 года, когда центральные проспекты были заняты гражданами, да, гражданами. Это большие проспекты в Минске, это Минск, это кто был, наверное, знает. Вот, и они, знаете, что самое интересное, они очень многокилометровые, очень километровые. То есть это, конечно же, ну, размах такой очень сильный. Ну, наверное, поэтому и не было никаких таких... То есть это было под запретом? Или это просто, ну, страх людей сегодня? Нет, там мероприятия были, были возложения, я вот, как бы, да, смотрел. Вот, было открытие определенных даже памятников, памятник Филарету даже открыли. Вот, на это было очень много людей, на этом было очень много людей. Но было видно, что мероприятие прям сгенерировано, организовано, полностью контролируется. Вот, то есть человеку со стороны даже нельзя было пройти на само, допустим, даже открытие. Вот, то есть в приоритете, в приоритете вот такие мероприятия именно в Минске. Что говорят твои друзья? Слушайте, многие уехали, многие уехали, многие боятся говорить. Вот, не знаю, не знаю, что дальше будет, конечно, с Минском. Минск очень красивый город, очень такая богатая республика. Знаете, очень интересный факт для сравнения. В эти же дни, в эти же дни я поехал на границу с Польшей, город Геродно. Он находится в 30 километрах, 25-30 километрах от самой Польши. Небольшой городок, очень много различных протестантских, таких базилик. Ну, вообще, вот, интересно было посмотреть. Я вам даже больше скажу, то, что в самом, и сам город около 300-тысячный. В самом этом городе, в центре, намного больше людей, чем в самом Минске. То есть, это какой контраст, вот, да, но это ощутимо, ощутимо, как бы, сказывалось. А что сами говорят, сами активы, многие уехали. Кто в Россию, кто в Польше живет. Вот, в таком, ну, люди живут в непонимании, и я, наверное, даже бы сказал, в надежде, в надежде, что они вернутся. Потому что Минск красивый, Белоруссия богатая. Вот, поэтому... Все равно они не видят будущего пока в этой стране. Так же, как и наша молодежь, получается, все очень рядом как-то, все одинаково. Я бы, наверное, знаете, что больше сказал? Белорусская молодежь, наверное, она уже прошла определенный этап, очень хороший этап, да. Очень такой... Многие живут в Польше, многие переехали, потому что это... То есть, эти расстояния для них, это из одного государства в другое, это три часа езды, это... Их вообще, я бы сказал, нет. Я бы сказал, что белорусская молодежь прошла этот этап уже, да. В России это только, скорее всего, предстоит. Этап чего, выезда в Польшу, что ли? Этап проявления своей гражданской позиции и поиска будущего. Так кому проявлять, Сергей, если многие уехали? Очень много. Многие уехали, но многие с надеждой ждут возврата, я вам так скажу. И вот я тоже со многими как бы общаюсь. Многие ждут возврата и, знаете, многие вернутся. Процентов 90 вернутся. Хорошо, это с теми. Но вот видите, что есть потенциал у сегодняшней молодежи проснуться, отойти от, так сказать, пропаганды телевизора и поднять... Лично мое мнение нет, именно если брать сейчас. Именно брать сейчас. Почему? Да потому что, посмотрите, на протяжении двух-трех месяцев полностью закрыты ряды СМИ. Не буду их называть, потому что они признаны. Как происходит вообще воспитание человека, гражданина? Через образование, через независимую точку зрения, сопоставление нескольких источников и принятие своего. На данный момент по теме образования, вот мы с вами сейчас как раз говорили про академическое, хорошее образование, отличное в Европе. В Европе, да, и, допустим, про СМИ. Ни того, ни первого, ни второго нет. И как я вижу, это, конечно, мое мнение, если готовы, допустим, через зрители в комментариях поделиться, впоследствии мы подискутируем, я развития на данный момент не вижу. Друзья, Сергей предлагает дискуссию, и после этого ролика будет открыто, конечно же, все комментарии, пожалуйста, и пишите. Сергей, есть куда, может быть, еще тоже, кроме нашего канала, обращаться к вам? Основные соцсети, основные соцсети можно будет найти по проекту, по проекту обмена волонтерских групп «Россия, святая земля, связь времен поколений». Но если в интернете загуглить, международный проект «Россия, святая земля, связь времен поколений», там есть все контакты, данные. Пожалуйста. Надеемся на дискуссию, друзья. Спасибо большое, Сергей. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.